Когда вот тогда мы обсудили вот эту возможность о том, что можем взять и все залить бетоном, а потом дом разобрать и останется такой куб, я так подумал, что ведь идея очень символичная. И мне в голову пришел сюжет и очень как-то быстро написал сам сам. В бетоне его всегда завораживало, что состоит он из растертых в порошок давно окаменевших моллюсковых обитателей моря. По воле человека перемолотые пласты двустворчатых и панцирных заново твердеют формованные монолиты, составляя рукотворные скалы городов, которым однажды суждено будет потрескаться, обветриться и превратиться в строительный компонент продолжает бесконечную цепь измельчения и застывания. Бывают разные дома. Дом в Снегиревых где-то зловещ, где-то загадочен. Кажется, что призраки шастают с угла в угол. Все же здесь присутствует нечто главное. В этом доме есть какой-то уют старинного корабля с гравюрой. Этот дом постоянно поскрипывает. Он дышит. Он живой. Творожистая масса сравняла минувшие страсти, воцарившись над ними неколедимой гладью. Следующие ведра наполнили и поглотили дарственную гильзу, боевые награды и золотые сережки-розочки, купленные матери с первой зарплаты. Замуровывая ведро за ведром свою минувшую жизнь, он вспомнил, как заливал сваи первого фундамента. В начале июля постучался в двери Иваныч, наш сосед. И без всякой подготовки он говорит, ты знаешь, здесь пройдет дорога. Когда поздней осени, не получив ответа на звонки по месту регистрации на участок хранителя пристава, они увидели торчащее из двери тело, ноги которого были вмурованы в сплошную слоеную толщину. Никто не знает последней мысли пенсионера, явившиеся ему, когда он опрокидывал на себя раствор, навсегда погружая тело в монолит. Ведь мы все потеряем рано или поздно, да? Даже собственное тело человек теряет после смерти. Поэтому все это вопрос времени. Важно всегда помнить про то, что ничто не вечно. Поэтому вот эта вот новость про то, что наш дом сносит, это такое вот напоминание вечности о том, что нужно смириться с тем, что оно просто пыль. Мысль была воспоминанием. Он маленький мальчик. На кухне курят и разговаривают взрослые. Он хочет к ним, его не пускают, укладывают спать. И тогда он начинает мечтать, как научится проходить сквозь стены. Думает, сейчас возьму и войду на кухню через стену. Вот взрослые удивятся. Чувствуя, как застывающий бетон сковывает ноги, пенсионер тихонько смеялся. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...